Время новостей Донбасса. В студии Ольга Шиян. Здравствуйте. В районе Светлодарской дуги ранение получил военный. Там велся прицельный огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За сутки на передовой штаб объединенных сил зафиксировал 26 обстрелов. На Луганщине неспокойно в Крымском и станице Луганской. В Донецкой области под огнем окраина Авдеевки, Южная и поселки на Азовском побережье. Тройное ДТП в Мариуполе. Столкнулись два легковых автомобиля. Один из них сгорел полностью. Семеро человек пострадали. Репортаж с места аварии. Авария произошла на пешеходном переходе. Две легковушки полностью разбиты. В маршрутке повреждены бамперы и фары. По словам Владимира, водителя автобуса, автомобиль Шкода не пропустил Рено. Шкода «Октавиа» двигалась второстепенной по Георгиевской. Рено «Логан» ехала по главной дороге. Скорость была хорошая. Я остановился, предвидел аварию, остановился. И «Логан» въехал в меня. Его развернуло, от удара его развернуло, и он в меня въехал, уже в стоячего. После столкновения Рено загорелось. На помощь водителю бросились прохожие. Тушил вот эту машину. Там вас ранее было. Ну, я двумя тушителями тушил. Где взяли в огнегасника? Первую я взял у автобуса. А второй мне человек помог. Всего пострадали семь человек. Одну женщину и двух мужчин, которые в момент аварии находились в маршрутке, госпитализировали. У них ушибы, ссадины и черепно-мозговые травмы. На месте ДТП работали 12 бригад скорой помощи, правоохранители и спасатели. Погибших нет. Яна Миронченко, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбасс». Масштабный пожар на центральном рынке Славянска. Один человек отравился угарным газом. Ему оказана медицинская помощь. Сгорели больше двух десятков торговых киосков. Подробности ЧП расскажет Алексей Куделя. Пожар на Славянском рынке случился до его открытия. Покупателей здесь еще не было. Огонь охватил более 20 торговых киосков и магазинов. Один человек госпитализирован с отравлением угарным газом. Еще двух медикам пришлось выводить из шока. На данный момент состояние пострадавших удовлетворительное. После оказания медицинской помощи врачи всех отпустили домой. Предприниматели разбирают уцелевший товар. У некоторых сгорело все. Соседи позвонили, говорим, да и все. И все. Приехали, а тут уже все пипец. Все сгорело нафиг. Пожар тушили полтора часа. С огнем боролись несколько спасательных расчетов. Ущерб и причину возгорания еще устанавливают. На тушение пожара было задействовано 22 человека личного состава. 6-го государственного пожарно-спасательного отряда и 4 автомобиля пожарных. Причина также тоже устанавливается. Значит, дальнейшее следствие будет проводить славянский отдел полиции. Предприниматели подсчитывают убытки. У некоторых сгорел товар на сотни тысяч гривен. Уничтожены и торговые места, за которые нужно платить арендную плату. 1400 за один бутик. То есть у нас три. Как это будет известно, будем ли мы платить, не будем. Без понятия. В администрации рынка говорят, что за пожарную безопасность своих киосков отвечают сами предприниматели. Но пойти им навстречу все же могут. Возможно, временно выделят пострадавшим другие торговые места. Или отменят арендную плату, пока те не восстановят свои магазины. Пока они предпринимательскую деятельность вывести не будут, я думаю, конечно, мы будем к ним лояльны. Никаких вопросов там с арендной платой не будет, пока они не будут торговать. В полиции сейчас проводят проверку. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Алексей Куделя, Игорь Мастерев, телеканал Донбасс. Трещит по швам. В центре Покровска рассыпается жилая двухэтажка. Осколки кирпичей падают на голову прохожим. Дом в аварийном состоянии уже несколько лет. Почему бездействуют коммунальщики, узнавала Елена Успенская. Вот оно все, вы видите прекрасно, что оно все осыпано. Наталья с годовалым сыном чуть не пострадали, выходя из собственного подъезда. С крыши дома посыпались осколки кирпичей. С ребенком проходили и чуть не полкирпич на вас. Если вам видно, он там, оттуда. Этой двухэтажке 80 лет, говорят жильцы. Она в аварийном состоянии. Стены в глубоких трещинах. Крыша давно прогнила. Сквозные дыры в подъезде жильцы латают сами. К коммунальщикам обращались, но помощи так и не дождались. Ничего не хотят делать. Что дымариды аварийные, ни в подъездах ничего не делают. Все делают со своими силами. Когда дождь пройдет, осенью стоит вода во дворе. В подъезде вода по первую ступеньку. Ходим по кирпичам. Никто ничего не делает. Коммунальщики говорят о проблеме, знают. Помочь не могли, потому что дом числился на балансе Покровского предприятия. Собственность города двухэтажку перевели недавно. Ремонт обещают начать в июле. Такой дом уже приняли от железной дороги. Весь кирпич, который обваливается, мы его уберем. Сделаем штукатурные работы и устраним аварийную ситуацию. До конца августа, уверяют коммунальщики, отремонтируют фасад дома. Но крышу латать жильцам придется самим. Город готов выделить лишь строительные материалы. Рабочим же людям нужно будет платить из своего кармана. У нас существует программа совместно с Покровским городским советом, программа 50 на 50. Когда по желанию жителей мы предоставляем материал, они за свои, скажем так, средства или сами выполняют тот необходимый ремонт, который им нужен. Жильцы же аварийной двухэтажки говорят, собрать деньги они не смогут. В доме всего 10 квартир. В половине из них живут пенсионеры. И оплатить ремонт крыши они не в состоянии. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал Донбасс. Вместо квартиры кредит на несколько тысяч гривен. Пользуясь легковерием людей, мошенники выманивают персональные данные и оформляют на доверчивых заемы. Как не стать жертвой обмана, выясняли наши корреспонденты. Василий искал в Киеве съемную квартиру. Когда присмотрел подходящую, связался с хозяином и обменялся с ним через социальные сети копиями документов. Я увидел документы, я предоставил свои. То есть все было нормально. Когда он пропал на день-два, то я начал подозревать что-то. Севдо хозяин квартиры выключил телефон и скрылся. Через некоторое время Василий узнал на его имя. Открыты два кредита на несколько тысяч гривен. Они предоставляют онлайн-займы. Для того, чтобы его получить, вам нужно, по сути, только загрузить свою фотку, написать идентификационный код, привязать карту и провести вашу идентификацию, сделав фото своего лица на фоне паспорта. Соответственно, так как я такую фотку не сделал, то мошенник использовал, он нашел мои фотки в социальных сетях открытые, где есть мое лицо. Соответственно, наложил на фото моего лица в соцсети фотку паспорта и подал в это учреждение, таким образом оформил кредит на мое имя. Эксперт риэлторского рынка говорит, схема не новая, и передавать свои личные данные ни в коем случае нельзя. Заходите в нормальную юридическую компанию, говорите, ребята, 500 гривен, помогите мне заключить договор аренд. Не пришлите, не вышлите, не сделайте ксерокопию, не заверьте свою подписью, паспорт и так далее. Не давайте никому свои документы. Самый простой способ уберечься от мошенников – проверить личность арендодателя в интернете на сайте Государственного реестра недвижимости. Достаточно знать имя владельца или адрес. Доказать же свою правоту в суде и аннулировать липовый кредит несложно. В первую очередь необходимо написать заявление в правоохранительные органы и следующим шагом обратиться письменно, обязательно письменно, в эту кредитную организацию, уведомить, что вы кредит не брали, кредит у них взят по подложным документам, и вы за это ответственности не несете. В полицию Василий заявление уже написал и надеется, что финансовая организация сама аннулирует кредит. Ольга Соломяна, Александр Махов, Алексей Клюка, Валерий Савицкий. Специально для телеканала Донбасс. Хлипкие крепления на пандусах, разобранные конструкции. Так выглядят детские площадки в Мариуполе для детей с ограниченными возможностями. Эти площадки в рамках программы «Доступный город» начали строить еще прошлой осенью. Но так и не установили. Делать это отказался подрядчик. В конфликте разбиралась Елена Уланова. Рама для качелей, раскрученные болты незакрепленного пандуса, разобранное виниловое покрытие. Вот так сейчас выглядит площадка для детей с ограниченными возможностями в центре Мариуполя. Самая пора детская где-то покататься, где-то провести время. Все родители понимают, что эта площадка должна быть установлена. Что они уже приблизительно ориентировочно знают. Они здесь будут проводить определенное время отдыха со своим ребенком. Приходят, а его нет. Строительные работы подрядчик начал полгода назад, рассказывают мариупольские коммунальщики. Выиграл тендер на установку девяти таких площадок в городе. Он вышел с лучшими условиями, меньшую цену предложил. Это бюджетные деньги. Надеялись, что будут выполнены работы. Им было выделено предоплаты 323 тысячи гривен. Однако из девяти детских площадок подрядчик установил только одну. Да и то некачественно. Этот элемент шатается. Такого быть не должно. Он должен быть закреплен жестко. Строить следующие три площадки подрядчик вообще отказался. Еще пять оставил в разобранном виде. Нам приходится частично сейчас демонтировать и покрытие, и часть элементов демонтировать. Они не закончены. Это и возможность травматизма, портит вид. К тому же это возможность воровства. По телефону подрядчик нас заверил. Достроить площадки готов за две недели. Но приступит к работе только после того, как получит деньги. Мол, за то, что уже сделал, местные власти ему не доплатили. В Мариуполе лежит еще оборудование или сделанная плитка уложить эти площадки. Оплатите одну. Я приступлю к следующему. Вы дайте гарантии, когда вы оплатите остальные. Но платить подрядчику в Мариупольском зеленстрое уже не собираются. Говорят, свою работу тот выполнил некачественно. Сейчас планируют объявить новый тендер и достроить площадки для детей с ограниченными возможностями. В следующем году. Елена Уланова, Артем Коробецкий, Телеканал Донбасс. Рискуют остаться без крыши над головой. Дом семьи Овчинник из Новотроицкого рушится от каждого обстрела. А ремонтировать его не на что. Младшая дочь после сложной операции на сердце нуждается в постоянном лечении. Проблемы со здоровьем почти у всех членов семьи. Историю продолжит Инна Желенко. Карьер на окраине Новотроицкого не раз спасал местных жителей от последствий обстрелов. Когда снаряды ложились в карьеру, они поглощали сами собой взрывную волну и осколки. Дом семьи Овчинник всего в нескольких метрах. Прямые попадания его миновали, но каждое колебание разрушает его. Вот это вверху, которое фанерой забито, щитом упало вместе с штукатуркой. Я думала, рушится дом. Я так испугалась. Вынуждены спасать, что осталось. Материалы используют подручные. Выручает опять-таки карьер. Кроме меня, больше никто этого не сделает и не построит. Какая хата у нас сейчас, в ней проживать уже невозможно. Денег нет не то, что на ремонт. В семье работает только Виталий. Но с инвалидностью третьей группы много не заработаешь. Вы знаете, доходит до слез. Жалко, обидно то, что тянешься, а больше, чем ты хотелось бы больше, а ты не можешь. Львиную часть дохода тратят на лечение младшей дочери Карины. Она родилась с пороком сердца. Несмотря на проведенную операцию, до сих пор организм не восстановился полностью. Она проходит постоянные поддержки витаминозно. У нее в связи с этим ослаблен иммунитет. Кроме того, у нее еще и центральная нервная система нуждается в поддержке. Помощь родных нужна и старшему поколению в этой семье. Свекровь болеет. Уже очень много лет болеет. У Ларисы овчинник вследствие старой травмы – повреждение суставов. Ходить ей тяжело. Несмотря на это, нужно ухаживать за больной мамой. Бабушка Оля совсем не видит. Она и так еле-еле ходит. И тут еще меня приходится. Большой семье не выжить без гуманитарной помощи. Бабулечка, вот ваша гуманитарка. Четвертый год жители прифронтовых населенных пунктов получают продуктовые наборы штаба Рината Ахметова. Ему жалко нас, этих несчастных, больных людей, пенсионеров. Вообще, видно, человек хороший. С начала работы штаба выдали уже более 12 миллионов наборов выживания. Для семьи овчинник – это неоценимая помощь. Спасибо большое Ринату Ахметову за то, что он не забывает людей, стариков, больных, инвалидов, малоимущих. Каждый зависит от этой помощи. Макароны я иногда все прям ем. Очень люблю. Ем. Инна Желенко, Оксана Корчма, Евгений Яконин для телеканала «Донбасс». Велодорожки, велополосы, стоянки для велосипедистов и удобные подъезды ко всем объектам. С 1 сентября в Украине вступают в силу новые строительные нормы. Примут ли их во внимание в городах Донбасса, выясняли наши корреспонденты. Сергей на велосипеде почти 30 лет. Для него это основной способ передвижения. Мужчина говорит, пешеходов и проезжей части старается избегать. При этом неудобно ездить не только велосипедистам. Когда он и на красный едет, и когда по пешеходному переходу они ездят на велосипедах. Ехал и чуть как бы не наехал на коляску. Решение проблемы – специальные велодорожки. В Мариуполе они есть, но существенно отличаются от тех, что в Европе, говорят велосипедисты. Велодорожки как бы есть, линии расчерчены, велосипедики нарисованы, но они расчерчены на таком покрытии, на котором ходить даже невозможно. Асфальт покореженный, где-то асфальта нет, где-то дороги нет. Современные велодорожки в Мариуполе обещают оборудовать в рамках капитального ремонта главного проспекта. Завершить строительство обещают к сентябрю. От проспекта Металургов до Ливаневского будут обустроены велодорожки, которые будут отделены от пешеходной зоны зеленой, порядка двух километров, шириной два с половиной метра. Они будут не на проезжей части, но и пешеходную зону затрагивать они будут. Будет удобство и для велосипедистов, и для пешеходов. Мариуполь к законодательному нововведению готов, подтвердили в Горсовете. На минувшей сессии депутаты приняли целевую программу на ближайшие пять лет. Развивать планируют и велосипедную инфраструктуру. На это выделяют около двух миллионов гривен ежегодно. В конце августа, в начале сентября у нас будет принята транспортная модель города Мариуполя, где также уже есть раздел велоинфраструктура с конкретным нанесением велодорожек, мест скопления велосипедистов и так далее. При этом чиновники уверены, главное не наличие велодорожек, а развитие велодвижения в целом. Ольга Пересада, Артём Коробецкий, телеканал Донбасс. На этом выпуск завершён. Хороших вам новостей и уверенности в будущем. Всего доброго.